всем привет мы приехали смотреть дома будущие сейчас посмотрим хотели купить дом из клюеного бруса но он дороговатый может быть наверное его возьмем ну посмотрим в общем сейчас по выставке посмотрим там есть мы сюда раньше уже приезжали это выставка домов возле метро домодедовская мы ранее здесь уже были смотрели общем каркасники нам здесь не очень понравились именно сама модель дома вот но сейчас здесь уже какие-то новые дома некоторые поставили без скошенных вот этих крыш ну которых нам не очень нравится в общем хотим посмотреть вот эти домики и посмотрим что по стоимости по срокам и сейчас естественно также будем снимать все покажем это и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, хорошо, спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кто такое придумывает вообще, ну нафига Зачем, зачем это все И окна по идее как бы на уровне глаз и я подхожу просто в откос то есть вот снизу окно но у меня нас просто вот откосы вот им снаружи поставить вроде такой симпатичный заходишь и по факту столько нюансов которые отвратительно потом будут в домах именно в моменте проживания потом не будут вам давать такое на и вниз там еще одна комната основать и покойный посадок так с улицы выглядят все эти у нас домики разного формата ну и вот он в принципе с фасада очень симпатичная по факту внутри столько нюансов которые вообще испортят потом момент проживания всю малину сейчас еще попробовать в этот домик зайти тоже с виду симпатичные окна очень низко так расположены высокие хорошие скос есть но не сильно на крыше тоже пойдем попробуем пошли вот это зайдем вот вход с той стороны да пойдем пойдем я развязался язык кусок Снимаем. Никуда не сюда. Находи мне. Находим в зону. Толпочная. Это санузел первого этажа. Здесь уже пыльточка сделана. Еще здесь под душ. Абсолютно бесполезно вот этот кусок. Прям здесь вообще ничего не расположить. Я так понимаю под санузел или что-то в этом роде. Я так понимаю под санузел или что-то в этом роде. Что скажешь? Да? Сейчас я тут уже буду. Мне тоже не нравится. Плюсы. Плюсы. Пошли в другой. Вот этот еще симпатичный такой домик в современном стиле сделан. Непонятно правда еще сколько стоит. Ты как думаешь? Миллиона четыре, да? Вот этот. Современный. Материалы вообще из которых он сделан таблицовочные это вообще дешевые. Дешевые материалы абсолютно. Сейчас зайдем посмотрим если там. А ну да вроде мебель какая-то стоит. Значит уже можно. Попробую. Ну вот он здесь и сделан япончик. И я так понимаю под санузел. Откопление уже отдельное? Откопление? Откопление, это аромат вещества. Вода ощущается, что под вас это ваша караина. Заранее мы не знаем, что вы будете говорить, что вы имеете в виду каркас. А материалы каркасы, да? Тоже каркасы, да? Тоже каркасы, да? Вот здесь отличная кухня в столовых. Здесь небольшой обеденный стол и вот здесь именно гостиная зона. Да, вот здесь кухня, обеденная зона, здесь гостиная зона. Мне нравится именно, что окна не маленькие. и вот такой прямо. Хорошо. Вот такой же в описании. Ну так и подумали. 4 4 4 4 5 6 7 8 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 15 16 Но он не сильно, вообще не критичный. В итоге у нас что выходит? Здесь есть санузли первого и второго этажа, есть на втором этаже три комнаты. Это вот в которой мы сейчас. Вот эта, которая в Кобеденском. И вот эта, которая сейчас пока прикрыта, и есть на балконе выход. Также, получается, есть комната первого этажа. Там прекрасно в большой еще отдельной комнате располагается бастильная зона. Кухня и столовая. Ну, стоит около, ну, почти четыре миллиона получается. Там три с чем-то, три семьсот или что-то. Ну, такой довольно комфортный и очень приятный бутончик. Сейчас музеи не достались. Нет, 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 подожди, все, я придержу, я придержу. О, бутончик. Круто. 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 Хлипкое. Ну, такие дешевые материалы. Так же вот эта вот часть, она тоже особо. Не выглядит надежно. Да. Если в дешевом варианте, там кто-то выходил, а два емона. Во с чем-то там. А это? Это вот все, что есть, и тогда выходит четыре миллиона. Там три восемьсот. И плюс отдельно уже потом покупаешь воду и отопление. Симпатично, но что-то для такой цены, по-моему, это слишком задрано вообще для такого дома из таких материалов. Ну, погнали дальше. Еще вот этот симпатичный, но он пока строится, еще делается. Он тоже каркасник, он внешняя облицовка у него сделана под брус. Вот клееный брус, а так он выглядит именно... Вот, видно, что именно облицовка идет. Вот она. Что это не клееный брус, только облицовка. А так он сам каркасник. В принципе, такой симпатичный. Тоже есть скошенные крыши, но не такие критичные скосы, как на предыдущих всех домах. Вот. Но я думаю, когда достроиться приедем. Вот этот посмотреть мы хотим. И еще есть два домика, которые симпатичные тоже. Но они тоже еще пока возводятся. Прихожая зона. Плесницы. Патолки низкие. Лучше только выше. Но я думаю, это можно сделать. Это вообще не проблема. Нужна быть небольшая комната. Я так понимаю, тупочная, подсобанная, что-то в этом ровно. Здравствуйте. 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 Нет, не, не вас. Я только родителям показываю квадрату. Мы только у нас, к сожалению, пока так можем подобрать. А скажите, пожалуйста, вообще можно дополнительно за отдельную плату, если возможно, потолки выше делать? Ну, если поставить здесь двуспальную кровать, то, конечно, будет уже очень тесно. Кажется, экономика. Ну да, только если как экономика. Вот это вообще малипуська, я даже не знаю, тут даже если детскую кровать поставишь, кроме маленькой тумбочки, она больше ничего не влияет. Это прям совсем красивый предбюджет какой-то. Ну да. Ничего. Надо дальше. В общем, самый, конечно, такой бюджет бюджет, его можно рассматривать. Но, на мой взгляд, очень маленькие по квадратуре комнаты. Все, что нам нужно, конечно, мы там разместим, но с таким трудом. Вот еще тоже новый возводится. В общем, наверное, мы чуть погодя еще потом приедем. И будем, наверное, еще раз смотреть вот эти дома, которые пока еще делают. Вот этот один дом, он здесь второй. Есть еще третий, который делает, который нам подряд, мы даже не зашли. Вот здесь еще, ребята, тоже какой-то возводят. В общем, мы сюда еще вернемся. Еще один дом, где нет скошенных окон. Вот, вот. Мы такие ровные. Андрей уже зашел. Идем посмотрим. Прихожая зона. Здесь счетчик. Большое помещение. А если, допустим, за отдельную плату, можно же увеличить высоту потолков? Вот так вот есть. Просторная вот эта большая комната. В принципе, дивану я буду немножко по-другому расположить. Прекрасно, здесь еще обеденный стол весь влез. Прям замечательная и кухня довольно просторная. Кордоводка под лестницей. И нет скошенных окон и второго света. Вот это мне очень нравится. Довольно просторная комната. А здесь, не знаю, 12 квадратов точно есть. 12, 15. Должно быть прям хорошо. Тоже просторная комната. Здесь мне хотя бы квадратура нравится. Что скажешь? А? Сколько? Ну, это мне 4, как там. Вот. У нее тоже какой-то пластик. Чтоб. Чтоб. Откуда, да? Отлично. А скажите, пожалуйста, а по срокам возведения у него какой? Весеный. Спасибо. Мы в него изначально хотели в первый зайти, но мы подошли к двери, а как раз человек перед нами замкнул дом и ушел на обед. Мы вернулись. По планировке только сейчас. Если вам выход необходим, можно подшить, прям крыльцо сделать. А можно без выхода? Да, мы прям подшиваем все бесплатно, крыльцо зашиваем. Все, мы ложим. Тут кубометр раз, что позволяет. Как сделать? Раз, два, три. То есть, а вы можете сделать. Это кухня-гостиная, да? Это кухня-гостиная, да? Можно будет посмотреть, что делаем. Вот здесь что-то там. Метраж добавить, убрать. Да, на второй поднимитесь тоже, там, при спальне. Это вот там. В принципе, здесь кухня, вот здесь как раз того. Вы можете там стол поставить и диван. Вот. Вот, да? Да. Если какие-то изменения сделаем вам, это все у нас бесплатно, может быть, ваш любой идеальный проект. Получается, вот в этом спальне, который у нас сейчас? Нет. Из прохожей вот здесь топочная. И также вот выход на задний двор. Сказали, можно сделать. Ну, это провода, все, что касается топочной. Что-то у нас справа и лестница. Крыша, то есть, все входит, двери ходят. Посмотрел? А, это единственный вариант? Да, у нас даже стопочная комплектация, они где-то проводят еще. Желательно. Ну, это повода 150, 200. Да, стены 150. Ну, посмотрите, кровлю, перекрытки. Здесь, знаешь, что можно вот в таких вот этих... Тренажерку, смотри. Или, да, тренажерку, или вот от глубины, допустим, вот, на чуть-чуть, вот до сюда, допустим, вот это вот. Можно сделать шкафами. Вот так, прямо вот так поставь, там шкаф, купе вот так. А тут гардероб будет, если качать. Да, да. И как раз вот этот угол не очень... Ну, потому что квадратура комнаты вот этой, она позволяет такое сделать. Вот это, конечно, хрень. Ну, нахрена это делать? Здесь вообще какой-то мелкий аппендикс. Ну, это, наверное, под гардеробную какую-нибудь здесь там. Я не знаю, там шкафы размещать. Это спарень такой маленький аппендикс есть. Вот здесь мелкий аппендикс. Ну, да, больше как шкаф, гардеробную зону, понимаешь? Ну, такой же мелкий аппендикс с такими же очень низкими потолками. То есть вот, пожалуйста, на уровне глаз вот эта вот хрень сойдет. На уровне моих глаз. Андрей, так вообще еще ниже. Если, конечно, вот на эту хрень... Ну, мне невозможно обращать внимание, но если бы ее не было, то, в принципе, все было бы адекватно. Нет этих дебильных балок. Можно было бы нормально шторы повесить. И, в принципе, здесь как раз можно было бы поставить спокойно кровать, тумбочки. Ну, да, и вот это, конечно, вот такие потолки не прям очень сильно морально будут висеть потом. Это, конечно, нам не очень нравится. Просто мы столько домов уже у клиентов видели разных. И прекрасно понимаем, какого это будет потом жить в таком. Спасибо, конечно, по опыту. Выездная работа. Ну, в общем, если я думаю, что мы сейчас смотрели, вот этот не пока, а по квадратуре. По размеру окон их можно изменить. То есть сделать вот это, объединить и сделать одним огромным. Более низ опустить, получается, вот этот подоконник сделать его ниже. То есть от пола он будет отходить на 15-20 сантиметров. Это по технологии. И сделать окно вот так повыше. То есть получится огромное панорамное окно, где как раз кухня-гостиная. Скосы на втором этаже, которые, в принципе, он сказал по проекту, их можно убрать или уменьшить. Убрать, по-моему, совсем не получится. А вот как минимум минимизировать и уменьшить, это прям очень даже. Это вот эта часть получается. Да, да, да. Так у нас со стороны прикольно. В принципе, как бы, за его цену, я считаю, что это прям хорошая даже квадратура получается. По срокам возведения полтора миллиона. Без вот этой вот облицовки, вот без вот этого типа кирпичика. Но, да, этот материал можно самим даже отдельно купить и отдельно самим сделать. Но на вскидку, он сказал, облицовка на весь дом, 350 тысяч рублей получится. Но это... Это не такие деньги. Да, это абсолютно будет некритично. И на свайно-винтовом они возводят, буквально, он сказал, до 30 дней. А вот этот дом они поставили за 23 дня. Плюс понравилось, что они для своих рабочих жилье, вот эти вагончики, да, в которых рабочие живут на участке и все это делают, они привозят свое жилье для этих своих сотрудников. Вот. То есть нам не нужно там покупать эти вагончики, где-то заморачиваться и что-то там везти самим. То есть они это все предоставляют сами. В принципе, как бы, по внутренней части. В принципе, можно расширить, чуть выше сделать. Вот это можно убрать. И пробить, и получать еще больше. Вы убрать дверь. Сюда ее вытащить. Это выход на заднюю часть двора. А зачем она нужна? Ну, если... Это если терраса встает. Если террасы нет, то не нужна. Ну, в общем, вот. Вот данная комплектация, он сказал, полтора миллиона без облицовки. Понравилось, что у них электричество. Все спрятано. То есть нет наружу вот этих беспонтовых дешевых кабель-каналов. Которые говорят, мы не рекомендуем в домах. Нормально. Есть просто технологии, когда эти внутри прячут всю эту проводку. Вот у них как раз это так. Короче, по всем показателям, по цене, по квадратуре, по всему-всему, что мы сейчас общались, вот этот домик нас больше всего пока устроил. Пойдем смотреть дальше. Пошли смотреть дальше? Да, уже тут уже вроде... Вот этот дом современного такого формата сделан. По факту за 4 миллиона, а внутри и облицовка, вот та же самая дешевая облицовка. А по факту он, я бы сказала, он более беспонтово выглядит, нежели тот дом, в который мы сейчас заходили. И тот стоит пол-фа миллиона. Как же все разнится? Ну, главное найти то, что самим нравится. Вот тоже какой-то возводит, красит. Слушай, мы по приколу ставили еще. Ну, для сравнения можно. Он, конечно, не сильно симпатичный, но я бы еще вот в этот заглянула. Какой? Вот, который прям стоит. Ну, по-моему, его тоже ставят, и, по-моему, в него сейчас не войти будет. Сейчас я гляну, Андрей. Ну, да, вон там строительные рабочие какие-то ведутся. А, кстати, вот этот домик Андрей, вот соседний. Он такой, вполне симпатичный. Ну, да, еще работы ведутся, мы потом приедем к нему, посмотрим. Нет, там еще все ведется. Балкончик есть, скос есть, не сильно, но... Ну, все, мы еще вернемся, еще сюда посмотрим. Он симпатичный, но там еще даже лезть нужно на второй этаж не доделали. Там будут работы. Блин, там нахера выйдет. Ну, знаешь ли, вон тот, мы тоже думаем, сейчас нахер она выйдет. В общем, тоже домик, и довольно приятная здесь квадратура. Вот здесь очень здорово было бы кухню расположить. Обеденную зону, и вот здесь можно также диван. Вот такого сегодня уходит дом, о чем вообще? Зимний ряд. Вот межречесый. Вот межречесый, да. А куритой? Межречесый, это полностью дерево. Метанцы, это народ, женихарцы, мы смеем, и плавая, это... Метанцы, как паула, вон, как... А дальше, варсайдинг, отдельно, но и над отдельно. Метанцы, как паула, вон, как паула, вон, как паула. Метанцы, вон, как паула, вон, как паула. Такой небольшой, нерационально использованное место. А можно изменить, по-видимому, где она должна быть огромная. Здесь тоже ничего не получается. Здесь нельзя, в ледоком, не просто ничего не делать. Здесь просто будешь жить, и здесь только больше окошко, да? И часто смотреть. Ну да, по сути, в этой огромной комнате только вот кусок стены ты будешь видеть. И света в этой комнате не будет вообще, потому что окна здесь больше нет. По сути, а единственная окошко, это вот из этой маленькой двери, и то там часть крыши, балкон, прикрывает дневной свет. Основной свет, получается, вот он. Прихожий. Тоже крыша со скосом, типа санузел, наверное. Комната приятная, квадратура, но... Все-таки нам не сильно симпатичен этот дом. Сейчас снаружи фасад снимем. Выходит он от миллион шестьсот, опять же, от-от-от. Там прорисуется, и будет нехемая сумма. На первом этаже, получается, комната. Вот здесь, кстати, только двери без окна. Вторая, вторая, третья и четвертая. Четыре полгода. Погнали дальше. Вот он дома. Снаружи довольно приятный, такой симпатичный, а внутри как-то не очень получилось. Все приятное? Ну, я думаю, что, наверное, да. Мы уже где-то были. Мы в этом, конечно, не заходили, но как-то не знаю. Не уверена, что мне понравится. Он как-то даже снаружи выглядит малюсенький. Ладно, мы все равно сюда еще будем возвращаться. Хватит, снимем эти штучки обычные. Штучки. Это очень живописные цветочки. Ромашечки. Ну что, Андрей, доволен, как мы сходили? Да, ну, тот дом самый кайфовый. Который мы были предпоследний? Да. Альфа-дом. Проект? Да. Средизместер деревянный, как это уже домов. По сути, проект дома, который мы смотрели, это вот этот. Который нам понравился. Ну ладно, мы еще приедем, посмотрим те, которые еще возводятся, некоторые из домов. Вот этот, например. И уже будем тогда сравнивать, что-нибудь определяться. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо за внимание.